Как с ноти прошла. С этого вопроса теперь начинается каждый ее день. Александра месяц назад приехала из Донецкой области в Саратов. С родными связывается только по телефону. Казалось бы, после объявления о перемирии на Украине поводов для волнения больше нет. Но родственники, которые остались жить в Новороссии, по-прежнему сообщают тревожные новости. Никакого перемирия нет. Как бомбили, так и бомбят. Словно в доказательство пользователи социальных сетей выкладывают видео обстрелов, которые, как утверждают родственники украинских беженцев, не прекратились. Ночь была относительно спокойной. К полуночи обстрелы в районе Донецка стихли. Только под Мариуполем продолжались боестолкновения. Нацисты активно применяли гаубичную артиллерию. Неспокойные по-прежнему в красном партизане и под счастьем. Некоторые СМИ также паникуют, что перемирие нарушено. Общественники уверены, в ближайшем будущем ситуация останется напряженной. Ежедневное общение с ополченцами Александру Зуеву дает объективную картину происходящего на Украине. Реальное перемирие отсутствует. То есть вспышки то в одном, то в другом месте. Ну и вы сами слышали, передали 20 инцидентов. Только инциденты, они достаточно масштабные. Самое тяжелое из этого, что со стороны украинской армии наблюдается подтягивание войсковых резервов, артиллерии именно с такой дистанции, чтобы достать, ударить опять по крупным городам. Именно поэтому саратовские беженцы пока не торопятся возвращаться на Украину. Из 82 человек, проживающих сегодня на территории пансионата «Сокол», лишь несколько поверили в перемирие и в течение месяца покинут Саратов. Остальные выбрали гарантированный мир вдали от родины. Мы не верим вообще, что будет перемирие, потому что это перемирие, как оно только начиналось, сразу перемирие пойдет, и сколько, раза три оно было, и с каждым перемирием все хуже и хуже и хуже. Вадим, глава семьи, собирается на подработку. Саша занимается полугодовалой дочкой. В России постепенно налаживается их быт, довольный новым местом жительства и теплым приемом саратовцев. Тут очень как бы добрые люди, у нас такого быт, такого мира нет. Ну да, друг к другу не так относятся, как у нас. У нас нет такой доброты к друг другу. Тут как бы спрашиваешь, общаешься с людьми, они такие вежливые. У нас, если что-то спрашивают, там ответят. Как раз сейчас процедуру получения российского гражданства для беженцев упрощают. Так же, как и процесс оформления документа на временное убежище. Теперь бумагу можно получить за три дня. Именно она предоставляет беженцам право на максимальные льготы, а также гарантии на получение работы. Влада Черняева, Александр Бачков, ТВ-центр, Саратов.